Всем привет! Ко мне приехало две посылочки сразу. Одна по Украине, вторая из Санкт-Петербурга. Здесь 100 разных пробок интересных. Здесь поменьше. Давайте сначала откроем эту и дождитесь здесь интересней. Это не обмен, это подарок. В инстаграме мне написал человек, говорит, я вижу, ты коллекционируешь пробки. Я делаю обзоры на пиво, ну и пробки откладываю. Не коллекционирую их, больше этикетки коллекционирую. Если хочешь, бесплатно пришлю тебе свои пробочки. Ну я ему написал, что если оболон черниговская и львовская, то они мне не особо нужны. Ну он сказал, что пил чешская, немецкая. Доставочка обошлась в 29 гривен из Львова в Киев. Ну это один доллар примерно. Так что давайте посмотрим, какие пробочки. Надеюсь, что-то даже добавлю в коллекцию. Так, я так понял, здесь особо ценные в бумаге, а такие, ну в принципе неплохие уже. Черниговская, Черногора. Обменяюсь ими, тоже не самое частое. А в бумаге более ценное, наверное. О, смотрите, Примотор. С, неплохо. Лотерея для меня, потому что я не видел, в принципе. О, тоже немецкая. Интересная метка есть, но думаю обменяю ее. Тоже немецкая, тоже есть. Бельгия. В таком цвете у меня есть, но с дефектами, поэтому заменю. Кстати, ссылочку на его инстаграм оставлю в описании. Он делает обзоры текстовые в инстаграме, ну с фотографиями. И рассказывает свое мнение про пиво. Бельгия. Кто хочет, можете подписаться. Коллекционер из Львова, из Украины, ну то есть понятно, что на украинском языке. О, кстати, смотрите. Новая Бавария. Такой у меня нету. Сразу идет в коллекцию. Уже хорошо. Так что, кто не понимает по-украински, сами понимаете, что ничего у вас не получится. Так, две такие уже. Так, это пустышка. Ну, пустышки я не снимаю, светофоры. Сейчас еще эти разложу, покажу все вместе. Все пробочки. Откровенно, попсовых нету. Ну, максимум чернигевская, калыш, которая не сразу же обменяется. Плюс карлинг. Во всей Европе одинаковый. Ой, карлинг, карлсберг. Поэтому тоже никому он особо не нужен. Но остальные, я думаю, без проблем. Обменяю, кроме, конечно, светофоров. Есть коллекционеры, которые могут одну пробочку добавлять хоть 10 раз и рассказывать, что это с одного крафтового пива, это с другого, это с третьего. Ну, те, кто гоняется за количеством, по приколу им рассказывают, что у них 20 тысяч, 25. Я за количеством не гоняюсь. У меня, всем говорят, что 6,5, может уже и 7,8. Поэтому я коллекционирую чисто из-за внешнего вида. Ну вот, симпатичная и симпатичная. Добавил одну и хватит. А то, что там какие-то значки, мне это... Ну, каждому свое, в общем. Никого не осуждаю. Просто говорю, как есть. Так что, я так, я думаю, без проблем обменяю. Четыре пойдет в коллекцию. Как я уже говорил, он коллекционирует только этикетки. И только от пива, которое пил. Я ему предлагал свои этикетки. Он говорит, нет, спасибо. Коллекционирую только то, что пил. Вот эти пойдут в коллекцию. Чехия, Бельгия, Голландия, США. Ну и ссылочка на его инстаграм в описании. Как уже говорил, вещает он на украинском. Но подписывайтесь все, если что-то там уже уж сильно будете не понимать. Хоть фоточки посмотрите. Отписаться успеете, в общем, всегда. С этим коллекционером мы обмениваемся. Обмениваемся во второй раз. Так, отправлено 11.07. Сегодня 5.08. Ну, меньше месяца. Нормальные сроки. Но обменивались мы с ним очень долго. Еще с начала года, наверное. По одной, по две пробочки добавляли. Откладывали, отлаживали. Ну и потом стукнул коронавирус. В общем, очень долго. Ну и зато набралось 100 пробочек. Так, это дубли для будущих обменов. Я надеялся, конечно, что будут чисто русские. Ну, тут есть он. Пауланнер. Велтис. Ну, короче, такое. Пусть будут. Еще что-то переправится. Еще такие бонусы. Ну, вот такие вот. Поактивнее будут вымениваться. Три медведя. Хамовники. Охота. Ну, по сравнению с пауланнером или Этсой. Или с чем еще? Старым педиком. В общем, это дубли для будущих обменов. Это не так важно. Ну и вот. А, подожди. Договаривались. Что-то тут. Многовато пробочек, по-моему. Сейчас буду считать. Вот такие я выбирал. И такие я выбирал. Сейчас все разложу и более детально покажу. Ну, как вы видите, пробочек он не пожалел. Мы договаривались 110 на 110. Ну, потому что, кто не знает, 110 помещается в рамовку 250 грамм. Если будет 252 грамма, то будет уже не 3 доллара, а 7. У меня сейчас очень много разных обменов. Стараюсь никому не отказывать. Ну и поэтому по 3 доллара, по 3 доллара всем отправляем. Это дубли, которые пойдут для будущих обменов с иностранцами, скорее всего. Потому что русским вряд ли такие пробки пригодятся. Но неплохо. То есть, спасибо, что не пожалел пробочки. А вот это вот, которые пойдут в коллекцию. Смотрите, в этом году Карлсберг Россия, или кто это делает? Ну, наверное, Карлсберг психанул. 4 пробки. Плюс есть еще вроде в таком же, такая же, немножко с другим оттенком. И еще вроде что есть. Если в Украине такая и безалкогольная, то видите, у них уже 5 или 6. Вот. Старенький Карлсберг. Это Нальчицкий пивзавод. Новая Стелла Артуа. Лапин Культа. Это Финляндия. Ну, вроде в России разливается. Эстония. Беларусь. Не знаю. Новые хамовники. Новый старый педик. Видите? Мельница отличается. А вот. Так. Вот старый дизайн. Видите, какая мельница. А это новый. Ну, и также Балтика уже, видите, тоже новинка. И уже два варианта цвета. Но это просто разный металл. Ну, я считаю, можно добавлять в коллекцию. Так. Юсберг. Самко. Это Россия. Рефей. Не знаю. Наверное, Эстония. Рат. Это Армения. Россия. Новый Доктор Дизель. Крым. Смотрите, какие симпатичные. Вроде бы вот это недавно появилось. Ну, такая себе. Такие, какие раньше были. И тут бац, появляется вот с таким кружком. И смотрите. Почти не отличается. А вот кружок добавляет как? Добавляет красоты. Сразу же пробочки преобразились и стали намного симпатичнее. Вот еще две ихние. Россия. Не знаю. Вот. Крафта немножко подъехала русского. Балтика. Шестерку заменю, потому что у меня с царапинами. Василия. С русской пивоварни. Это понятно написано Джорджиан Бир. То есть грузинское пиво. Новая Жигули. Видите, здесь нос пивком. Но, конечно, краска сместилась, поэтому буду искать ей замену. Австрия, Германия, Чехия. Не знаю. Балтика. Бачки новые. Что еще? Трехсоцинский завод. Кто не знает, я охочусь за всеми пробочками трехсоцинского завода. Очень нравятся они мне. Плюс часто обновляют. немецкая, по-моему, или как она называется. А, пшеничка. за пшеничкой охочусь. Поляки, мои любимые. Уже закрыл всю эту серию. Сейчас покажу. Ну, вот они. Грейпфрут, пшеничный, банан, дункель, портер, темный, а, темный пшеничный, медовый и цитрына. Ну, в принципе, пользы не такой уже оказывается и сложной. Так, еще один ко мне едет из Польши. Тоже будет посылочка, распаковка. Ну, вы знаете, кто не хочет пропускать, тот подписывается, кто не подписывается, тот не увидит больше этих видео. Тульская, темная, Красный, Восток. Ну, в принципе, довольны этим обменом. Полгода мы с ним обменивались. Вот, еще раз можете увидеть, кому нужны дубли. Ставьте, делайте скриншоты, отмечайте, будем обмениваться. На этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем до новых видео. Всем пока.